когда ее считают европейской, особенно если это страна из состава СНГ. Однако со вступлением в Совет Европы у многих стран бывшего Союза почему-то возникают сложности. Как выяснилось в этой ситуации, отдельные наши граждане сами проявляют инициативу. В общем, вы, наверное, уже поняли, что мы с вами находимся в уже знакомой вам Одесской коммунальной квартире. Один из жильцов, который, вы не поверите, решил вступить в этот самый Совет Европы лично. Алло. Канцлер Коль, ха-ха, guten Tag. Я-я, Гельмут, да, с Истином Марковичем. Ну так что, я могу рассчитывать на твою поддержку? Ну да, Анкишон, да, да еще, Гельмут, я никак не могу дозвониться до Митера. У него все время занят. А, ну так ты замолвишь за меня, Славич. Ну, sehr gut, ну, sehr gut. Да, и, кстати, Гельмут, кэндехох. Ха-ха-ха, не бойся, это шутка, это шутка. Ну, Абфидерзея, дорогой, Абфидерзея. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа Джентльмэн Шоу. Ага. Простите, Семен Маркович, вы что, серьезно рассчитываете, что вас примут в Совет Европы? Да ну, конечно, с канцлером Коллем я уже договорился. Митера обеспечит он. Правда, я еще не разговаривал с Прибалтикой. Но Эстония меня точно поддержит. Вы и так думаете? Да ну, конечно, она кого угодно поддержит. Вы представляете себе их рад. Семена Марковича в Совет Европы приняли, а Россию нет. Семен Маркович? Вам телеграмма от Галли. От какой еще Галли? Ну, фамилия какая-то странная у нее, Бутрос. Это же из ООН. Славия Петровна, пора знать, это же Бутрос Галли. Ой, я всех ваших Галли знать не обязан. Ну, и что он пишет? Галля пишет, что поддерживает. О, считайте, что я уже в Совете Европы. Алло, Белый дом? Извините, Галли. Алло, Билл! Hello, my friend! Не, дорогой мой, не могу. Не, в НАТО вступить не могу. Ну, как почему, как почему? Я же не военная обязанность. У меня плоскостопие. Попробуйте плавленый сырок. Плавленый сырок? Да, с нежным вкусом мыло. Вкусом мыло! Да, а внутри каждого плавленого сырка цельный нерасплавившийся комочек. Комочек? Плавленый сырок. Это искушение. Это искушение. Плавленый сырок. Белоснежная идея, мол, завода номер восемь. Хеллоу, друзья! Я по-прежнему Олег Филимонов. А наша лучшая олимпийская десятка анекдотов сегодня выглядит так! На 10-м месте по-прежнему тетя Сима из Одессы с анекдотом о том, как ее муж уехал в командировку на Олимпийские игры. На 9-м месте сосед тетя Симы и ее мужа, который никуда не уезжая побил все его рекорды. А на 8-м месте группа военных историков с анекдотом о том, как Василия Ивановича не взяли в Олимпийскую сборную по плаванию, поскольку знали, что в полную силу он может проплыть только полдистанции. На 7-м месте тренер по спортивной ходьбе с анекдотом. Пришли как-то к Ленину ходоки, но увидев Дзержинского, тут же перешли на бег. На 6-м месте врач-нарколог с анекдотом о том, как один его пациент сильно хотел попасть в Олимпийскую сборную по пихтованию, потому что там можно чисто на шару колодку. На 5-м месте тренер сборной по конному спорту с анекдотом о том, как на соревнованиях по выездке победил житель Одессы Симеон Маркович Мендельсон, который выехал еще за неделю до начала соревнований. На 4-м месте спортивный комментатор немецкого телевидения с анекдотом. Встречает как-то Мюллер Штирлица и говорит, «Знаете, дружище, у меня для вас есть две новости. Одна плохая, а другая очень плохая. Начну с плохой. Вас решили обменять на хоникера. А теперь очень плохая. Хоникер согласил». На 3-м месте тренер по военно-прикладным видам спорта с анекдотом о том, как сержант милиции Сидоров в одиночку связал два слова «А». На 2-м месте бывший спортивный отдел ЦК КПСС с анекдотом о том, что встретились как-то на олимпийском приеме Леонид Ильич Прежнев и Вероника Кастро. А Леонид Ильич ей говорит, «Как ваша фамилия? Кастро? Что ж ты, Фидель, врал, что бороду не сбреешь, пока коммунизм на Кубе не победит, а?» Ну и кто же на 1-м месте? Популярный одесский анекдот, лидер олимпийской десятки. Итак, Одесса, возвращается муж из командировки с Олимпиады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 по всем вопросам нашей сегодняшней, если можно так выразиться, жизни. Если вы согласны с нашей, если можно так выразиться, позицией, пишите нам. А если не согласны, пишите, скажем, в газеты «День» или «Пульс Тушина», где, как известно, можно еще и не так выразиться. Кремлевский «Делюкс» представляет. Ну что ж, дорогие друзья, наш очередной выпуск «Джентльмен-шоу» подошел к концу. Так что до новых встреч. Счастливо! Есть город, который я вижу во сне, О, если бы знали, как дорог У Черного моря явившийся мне В цветушке в акациях город В цветушке в акациях город У Черного моря В цветушке в акациях город